Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мама в субботу, 14 сентября, срочно прибыли в больницу. Родственники актрисы, у которой по сообщениям, четвертая стадия рака головного мозга были очень взволнованы. Ранее сообщалось, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» введена в состояние медикаментозной кома. Накануне она поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. По некоторой информации у нее произошел отек мозга, а на фоне истощенности организма у нее началось воспаление легких. Медики приняли решение ввести ее в медикаментозную кому, чтобы помочь организму хоть как-то справиться. В свою очередь продюсер Андрей Разин заявил, что был в больнице у Анастасии и медики не пускают к ней никого, кроме супруга. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что актриса действительно находится в больнице, где из-за интенсивно прогрессирующей онкологии ее ввели в состояние искусственной кома. «Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил, можно навестить. Говорят, нет, мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны», – сообщил шоумен. По словам продюсера, на здоровье Анастасии Заворотнюк негативно могло повлиять увлечение модным способом омоложения. «Помню, еще лет 15 назад она мне говорила, ты не пробовал стволовые клетки. Новая методика омоложения продлевает жизнь, за ней будущее. Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми», – рассказал продюсер. Еще одной из возможных причин резко прогрессирующего рака мозга Анастасии Заворотнюк Андрей Разин назвал постоянный стресс, испытываемой актрисой в связи с финансовыми проблемами. Как только Настя начала встречаться с фигуристом, будущим мужем, она как будто ожила, очень хотела создать семью. И опять все взяла в свои руки, и опять неудача с кредитом, и опять она впала в панику. Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье, – поделился Разин.